Современный город – это не только инфраструктура и глянец зданий, но и система взаимоотношений власти и жителей. Умение видеть проблемы других и решать их – вот признак современного и развитого общества. Видеть проблемы других. Среди тех, кому государство в первую очередь должно оказывать поддержку, люди с ограниченными возможностями. Сегодня в Минске их более 125 тысяч, почти четверть от общего числа по стране. Город Минск просто должен стать эталоном по обустройству безбарьерной среды на всех объектах. Пока лишь 36% зданий, даже коммунальной формы собственности, доступны для физически ослабленного человека. Работу по созданию безбарьерной среды необходимо вывести на новый качественный уровень. В первую очередь это относится к транспортной инфраструктуре, а также к объектам массового пребывания людей. Однако лучший путь – это планирование городской среды таким образом, чтобы избежать искусственных преград. В Минске проживает почти 160 тысяч граждан старше 70 лет. Люди, не имеющие близких родственников, должны быть окружены заботой государства. Ждать, что они сами попросят помощи – недостойно. Из 7,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной более 2 тысяч человек проживает в Минске. И каждый второй сегодня одинок. Мы этим людям должны уделить особое внимание, учитывая почтенный возраст и неоценимые заслуги перед нашей Родиной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!